Порой нам, когда случайно, а когда не совсем, попадают в руки какие-то старые вещи. Когда это находки, когда игрушки, а бывает так, что какие-то непонятные штуки. Одни люди забирают их домой, ну а вдруг пригодится. А другие, например, увидев на барахолке, просто проходят мимо. Мне это точно не пригодится, думают они. Но не все знают, что на старых вещах в наше время можно реально заработать деньги. И порой бывают очень неплохие деньги. Но как отличить просто интересную штуку от той, которая стоит денег? Надо смотреть подобные ролики у меня на канале, они выходят регулярно. Так что давайте посмотрим, что находят поисковики и покупают коллекционеры. Посмотрите, какая неземная красота. Что это? Знак царского периода, а именно 54-го Минского пехотного полка. Где нашли, да кто его знает и не скажет никто. А продавали в Киеве. Но вот когда смотришь на состояние эмалий, то кажется, что находка не копанная. Может чердачок, сундучок и все такое. Может быть какая-нибудь закладуха. Но на поле точно бы Кукин-Квакин, шмяк-шмяк и все. Сколько мелких деталей и все целое. Вин. Да, находка из серебра. За данным лотом сидело 162 человека. Сделали 148 ставочек. И в итоге такой знак был Кукин. А здесь внимание. За 26 667 гривен. Это примерно на момент монтажа видео 650 долларов. Ну вот следующая находка не в таком прекрасном состоянии. Но все же. Это у нас золотой колд. Периода Киевской Руси. Нашли где? Да понятно, что Черниговской области. Да, есть повреждения. Но в общем состояние, скажем так, на четверочку. Продавец написал. Я понимаю, правила аукциона, все такое. Но я вот не побубну. Я отправлю только после полной предоплаты. Не знаю, как там вышло. Но за лотом сидело 25 человек. И кто-то под канистрогов быстро бах. И одну победную ставочку. Лот такой был Кукин. В таком состоянии. За 15 350 гривен. Это примерно 375 баксов. Парень в Хмельницкой области решил послушать землю. В тот день было много мусора, пробок. И опять же очередной такой сигнал. Копать, не копать. Да ладно. Одним больше, одним меньше. Копну. И на свет появился вот такой вот красивый перстень. Да, это никакой не драгоценный металл. Банально бронза и гема. Хотя согласен. По внешнему виду особо так ничего интересного. Но за данным лотом сидело 62 человека. И сделали 62 ставочки. И такое, на первый взгляд, не ахти колечко из земли было куплено. За 4 тысячи и 5 гривен. Это у нас примерно 100 баксов. Баксов много не бывает. Подумал парень в Винницкой области. И поставил такую вот красивую монетку на торги. Но никаких там маленьких стартов и всего такого. Парень поставил с желаемой цены. А это было 28 тысяч 900 гривен. За лотом сидело не очень много 19 человек. Ну не любят люди очень большие ставки. Но под конец торгов кто-то созрел. Монета-то Цезаря. Да-да, Юлия Цезаря. И была сделана победная ставка. Такая монета была куплена примерно за 705 долларов. Вы никогда не думали, сколько может стоить золото Гитлера? Ну то, что в поезде, что найти не могут. Ну вот какая куча деньжищ. Не думали? Так подумайте. А пока вы думаете, я вам покажу и расскажу, сколько стоит настоящая шабля Риода Хазары. Парень поднял такую красоту опять же в Хмельницкой области. Следил за лотом 71 человек. Но сделали 135 ставочек. Почему? Потому что она живая. И в итоге такая находка из земли была куплена за 31 тысячу и 2 гривны. Это у нас примерно 755 долларов. Поисковик на поле нашел вот такую красоту. Где поле? Так в Ровненской области. Просто на поле так и написал, что полевая находка. Долго не думал, как назвать. Назвал просто Хрест. Весом 11,58 грамма. За такой находкой следило 90 человек. Сделали 96 ставочек. И в итоге находка из земли была куплена за 96 тысяч и 2 гривны. Это у нас примерно 2340 долларов. Почему так дорого? Бывает же дешевле. Так потому что номер. Смотрите, номер 5 цифр. Чем меньше номер, тем дороже награда. А тут совсем интересно. Парень нашел вот такой вот как бы значок. Да, ну видно шпилька сломана. Ну смотришь, ну какой-то значок. Ну много точно стоить не будет. Разве такое нато кому-то? Давайте посмотрим. Парень назвал вот просто. Знак с народом для народа. Львив початок 20-го стулите. Не мега древность. Но за данным сломанным знаком или значком как кому угодно следило 14 человек. Сделали 15 ставочек. И в итоге такой знак был куплен ровно за 10 тысяч гривен. Это примерно 245 долларов. Вот так вот. Ну а тут совсем интересно. Возле города Сбарыш в лесу парень нашел вот такую вот монету. Что это? Средник Владимир. Князя Киевского. На нем с одной стороны трезуб, а с другой стороны как бы князь. Когда смотришь, что как бы кажется ну такое себе. Да, кажется, что она сейчас развалится. Но для таких монет это хорошее состояние. Она практически целая. Некоторые люди начали задавать какие-то непонятные вопросы. А можно с вами как-то связаться, поговорить, где нашли, покажите место, все такое. Ну это все видеомодератор. Хоп-хоп, кукинг-клакинг и все. Дальше за лотом просто следило 143 человека. Сделали 65 ставочек. И такая вот монетка из древнего серебра, серебра периода Киевской Руси, была куплена за 22 тысячи и одну гривну. Это у нас примерно 535 долларов. Парень в Волынской области напипикал не пойми что. Ну вот когда смотришь, ну размер где-то динарий, да? Ну что-то оно такое зеленое, закисшее, залившее. Ну вот с виду на мешок денег точно не выглядит, правда? За данной монеткой остыдило 19 человек. Сделали 43 ставочки. И вот такой вот с виду как бы древний как Алик был куплен. А здесь внимание, за 10 тысяч гривен. Это у нас примерно 245 долларов. Почему так дорого? Да потому что это нейрон. И снова монета Рима. Но на этот раз. У-у-у-у, красотень. Золотая. Правда, правда, золотой динарий. Это же просто. Ну вы поняли, сложно поверить вот в то, что ты нашел такую монету. Но это как бы не совсем Ауриус. Это подражание Ауриусу. Но от этого он не становится менее интересным для коллекционера. За таким римским золотом следило практически 300 человек. Но продавец не ставил с низкого старта, не хотел рисковать. Он сразу глупашил такую нескромную цену 120 тысяч гривен. Это у нас примерно 3000 долларов. Но увы, покупателя так и не нашлось. Люди подумали, дороговато. А вы считаете, вы для монеты в таком состоянии 3000 баксов дорого или дешево? Ну вот теперь вы знаете, кто на самом деле придумал спиннер. Да-да, вы думали, что китайцы, японцы, корейцы. Ну кто-то в наше время. Да, не важно какая национальность, но в наше время. А нет. Его придумали еще в 900 году хазары. Точнее хазарский кабанат. Вот вам древний спиннер про образ. Что это? Ну как бы фибула. Древняя фибула. 9-10 века. Сделана из бронзы. Никакого там серебра и всего такого. За таким древним спиннером следило не очень как бы много. 65 человек. Но сделали 119 ставочек. И вот такая вот находка из земли была куплена. А здесь внимание. За 66667 гривен кару. Это у нас примерно 1630 баксов. Ого. Так что, друзья, если у вас есть какая-то капонина. Старые вещи. Вы хотите это обменять на деньги, а не знаете, как правильно это сделать, а главное законно, напишите мне по ссылочкам под этим видео. Только сразу добавьте туда хорошие фотографии и я вам помогу.